Приветствую вас. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бежан. Я был Судыков Айдар. Я был Судыков Айдар. Я был Судыков Айдар. Я был Судыков Айдар. Можете ответить мне на такой вопрос, что такое демократия и как вы видите будущее Казахстана, если мы будем жить именно в парламентской демократической республике? Смотрите, что такое парламентская республика? Это когда общество, народ республики Казахстан принимает полное участие в управлении страной и участвует полностью в жизни, в политической жизни страны. Где главенствует выборность, главенствует право, а не приказы и так далее. Народ сам избирает депутатов. Выдвигает их вперед, дальше избирается парламент. Это люди, которые будут представлять нашу страну и мозговым центром страны. Они будут, так сказать, наняты рабочие, но не более. Это не будет верхушка власти, которой нельзя будет ничего сказать. Фишка в том, что, возьмем район, допустим, Хоэнде, да? Аким Хоэнде, он должен быть из Хоэнде. Он должен знать население, их психологию, их менталитет. И он сможет служить для народа вот этой местности. Обязательно, чтобы это все сработало, чтобы работало все, нам нужно понять, что общество все должно принимать участие в политической жизни самой страны и смотреть, что происходит вокруг. Если вдруг кто-то просит забашлять за что-то, коррупцию произвести, мы должны реагировать на это и об этом трубить везде и всюду, чтобы это все прекратить в корне. Коррупция убивает практически нашу страну. Она создана Назарбаевым, семью его на этом, целая мафия. И народ терпит сейчас данный момент это. Но когда будет парламентская республика, все будет по-другому. Народ будет выбирать своего лидера, верить ему, поддерживать, без поддержки, не может быть лидеров. Вот так вот должно формироваться. Коррупция, что он не может быть формироваться. Какие то мы всегда реакции делали, который приводить как животные, все подготовки, BCE мужчину от受вращensa, все это то, что мы уникальное принятwatch. В общем, yaptugerку министерии, что они не знают sehe今日はittрия, получается. И все очень хорошо работает, что кто хочет политически, кто хочет 지원. Продолжение следует... Продолжение следует... На примере, да, там был митик в Америке, темнокожего парня полицейский придушил коленом, и общество сразу, мгновенно на это среагировало. Им не понравилось за то, что полицейский не убрал свое колено, когда человек просил об этом, и его, собственно, на тот свет отправили. У людей появится больше возможностей раскрыть свои потенциалы, свои таланты. Конкретнее всего, какое будущее, это когда ты можешь спокойно говорить то, что у тебя лежит на душе, и что ты видишь реальную картину в нашей стране. Потому что человек не боится, когда что-то делать, и он знает, что государство его в этом поддержит. Для себя, какие перспективы вы видите? Перспективы очень здесь у нас хорошие. Наша страна богатейшая, по сути, по природным ресурсам. Умные люди, у нас очень много умных людей. И используя все это, мы могли бы жить как в эмиратах, наверное. Ну, скорее всего, и лучше в будущем. Мы будем жить, надеюсь, что мы добьемся этого. Конкретно я бы хотел, чтобы оказывалась поддержка крупному, малому, среднему бизнесу. Развелся больше бизнес, потому что это бизнесмены, они будут платить налоги, соответственно, это очень выгодно для государства. Я бы хотел, чтобы побольше было университетов для предпринимателей, даже для будущих предпринимателей. Чтобы эти предприниматели вели свои бизнесы очень грамотно. Чтобы у нас в Казарсе было сервисы любых сфер, чтобы наш народ ездил на машинах отечественного производства. Одевали свои вещи, которые мы носим. Чтобы у нас был свой бренд у нашего народа, мировой бренд. Чтобы летали на наших самолетах отечественного производства. Я бы хотел быть одним из лидеров этого народа. Ну, планы разные, мечты, конечно, доводят куда-то. Я бы хотел повести страну в правильном направлении. Тоже присоединиться к вашему ответу. Хочу добавить следующее. При такой системе, как парламентская республика, когда ветвь власти разделена, распределена ровными, как говорится, долями. То у нас получается следующая перспектива. Это первое, что каждый гражданин, у которого есть желание развиваться, он получает эту возможность от государства. Первое, это дешевые кредиты. Он получает субсидии. Он получает гарантии. Гарантии того, что он завтра сможет развиваться. Почему? Потому что он будет уверен, что оранж, кокешка, как сейчас у нас это существует, вот этого нет. Могу еще даже на примере того сказать, что был свидетелем выпускного экзамена пятерых девушек, которые закончили институт дизайна. Они будущие модельеры, будущие дизайнеры, вот именно красивые их вещи и все остальное. Когда я посмотрел, насколько они талантливы, и после того, как они экзамены сдали и получили хорошие оценки, у меня появилась возможность с ними просто поговорить в онлайн. И после этого в их глазах я видел следующее. Желание работать, желание вот именно, чтобы казахстанский бренд был у них огромный. Но при этом они трезво оценивают ситуацию, трезво оценивают систему нынешнюю. И они говорят, у нас, у нас с этой профессией в Казахстане будущего нет. Да, прям возможности нет. Возможности нет, будущего нет у этих девушек, которые действительно я вижу, что они профессионалы. Это молодые девчонки, которые только закончили институт. А таких тысячи. А таких миллионы. Таких миллионы, которые хотят развиваться, но они при этом видят при этой системе, у них нет перспектив. Поэтому наша задача, чтобы у нашей молодежи эта перспектива была. Чтобы каждый из нас развивал свой сектор деятельности. Ты закончил бизнес-школу, ты развиваешь бизнес. Закончил университет дизайнера, ты развиваешь именно свою специальность. И ты идешь по своей профессии. На что способен? Да. Поэтому мы все хотим, чтобы у нас в стране была демократическая система, парламентская система. Мы этого да беймемся, да? Да, обязательно. Ага, ага, азықсы. Келешекте демократия, мемлекет куруанымен, өзіңізге қандай мамандық көрес? Келешекте мамандық куруанда, өзің бизнес ашпасын, бір болашақта елме, жерме пайда сететін. Парламентская мемлекет куруанымен, өзіңіздің келешегіңізді қалай көрес? Келешекте куруанымен, өзіңіздің күресіңізді қалай көрес? Я тоже в олимпийских играх не отправил человека, который не может этого делать. У него папа какой-то министр. Он там не выиграет. И соответственно в политике и в жизни страны должны быть точно такие же люди, которые потом и кровью и усилиями добиваются, чтобы страна была впереди, чтобы все работало хорошо, а сейчас все воруется просто, но это ненадолго. Вот так я вижу нашу страну, она будет богатая, народ будет образованный, счастливый, во-первых, улыбающийся.